Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класса, автор Мюзляк Полонский и Кир под номером 375. Нас просят выполнить умножение. При этом известно, что буквами обозначены натуральные числа. Поэтому мы с вами знаем, что между числом и буквой, если никакого действия не стоит, то это действие умножить. Итак, вспоминаем правило, как умножить две дроби. В произведении двух дробей это дробь, в числителе которой произведение числителей, а в знаменателе произведение знаменателей. Поэтому в числителе мы с вами перемножим 2х и 3, а в знаменателе 9 и 4у. Сокращаем дробь на 2. В числителе 2 делим на 2, это 1. В знаменателе 4 делим на 2, это 2. Сокращаем дробь на 3. В числителе 3 делим на 3 – это 1. В знаменателе 9 делим на 3 – это 3. Получаем. В числителе 1 умножаем на 1 – это 1. 1 умножаем на х. Множитель 1 можно не писать, поэтому просто пишем х. 1х или просто х – это одно и то же. А в знаменателе 3х2 – это 6. И еще множитель у. Итак, х, деленное на 6у. По цифре 2. И опять же, произведение двух дробей – это дробь. Рисуем черту дроби. В числителе произведений числителей 7, множитель а, множитель b, множитель c, 6 и множитель c. А в знаменателе произведение знаменателей 8 умножить на 35а. Итак, сокращаем нашу дробь. Сокращаем ее на 7. В числителе 7 делим на 7 – это 1. В знаменателе 35 делим на 7 – это 5. Сокращаем на 2. В числителе 6 делим на 2 – это 3. В знаменателе 8 делим на 2 – это 4. Сокращаем на а. Так как а – это натуральное число. А делим на а – это 1. В числителе а делим на а – это 1. В знаменателе. И тогда в числителе у нас будет 1 умножить на 1 и умножить на 3. Это 3. И еще есть буквенные множители b и c. А в знаменателе у нас 4 умножаем на 5 – это 20. А буквенных множителей нет. Итак, 3bc деленное на 20. По цифре 3. Произведение двух дробей – это дробь. В числителе произведений числителей 5m умножить на 4m. А в знаменателе произведений знаменателей 4m умножить на 5n. Сокращаем на 5. В числителе 5 делим на 5 – это 1. 5 делим на 5 в знаменателе – это 1. Сокращаем на 4. 4 делим на 4 в числителе – это 1. 4 делим на 4 в знаменателе – это 1. И тогда числовой множитель в числителе будет 1. Его можно не писать. А буквенные множители m умножить на m. Произведение двух одинаковых множителей, каждый из которых равен m, – это будет m в квадрате. А в знаменателе произведение двух множителей, каждый из которых равен n, это будет n в квадрате. И тогда мы получили дробь в числителе m в квадрате, а в знаменателе n в квадрате. По цифре 4. И опять же, произведение дробей – это дробь. В числителе произведение числителей 18ху умножить на 26z, а в знаменателе 13z умножить на 27х. Сокращаем на 9. И 18 и 27 делятся на 9. В числителе 18 делим на 9 – 2. В знаменателе 27 делим на 9 – это 3. Сокращаем на х. В числителе х делим на х – это 1. В знаменателе х делим на х – это 1. Так как х – это натуральное число, то при делении само на себя оно будет давать 1. Сокращаем на 13. 26 в числителе делим на 13 – это 2. 13 делим на 13 в знаменателе – это 1. Ну и теперь считаем. Числовой умножитель в числителе будет 2 умножить на 1 и на 2 – это 4. И у нас еще y и z. А в знаменателе 1 умножаем на 3 – это 3. И еще у нас z. Не обратили внимания сразу. Обратим внимание сейчас и сократим нашу дробь на z. В числителе z поделить на z – это 1. В знаменателе z поделить на z – это 1. И тогда в числителе остается 4y, а в знаменателе 3. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео.